Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие меломаны. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Александра Хайрулина и Роман Шахов. Мы вас искренне приветствуем и с огромнейшей радостью сообщаем, друзья, сегодняшний концертный зал имени ВИА ВОЛГА ВОЛГА. Ура! Друзья, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля ВОЛГА ВОЛГА Антон Савакаев. Антон, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Говори, камера тебя увидит все равно. Говори, и самое главное, конечно, представлять сразу всю команду, чтобы все люди по ту сторону телевизоров, приемников понимали, с кем общаются. С места, говорится, с места в карьер, да. Ну, еще раз всем привет. Здесь действительно ансамбль ВОЛГА ВОЛГА. Приехали мы, как и всегда, приезжаем на концерты, и в том числе вот сегодня к вам из города нашего родного и любимого, который называется Казань, самим Казанский. Ну и быстренько, да, ребят, я думаю, можно будет представить. Обычно мы это делаем в конце концерта. А мы это сделаем еще раз обязательно. Сегодня все-таки формат концерта такой телевизионно-радийный, поэтому это очень даже особый отпечаток накладывает в том плане, что сразу знакомлю. Значит, Кирилл Васильев. Пошуми чуть-чуть, Кирилл. Пошуми чуть-чуть. Кирилл Васильев. Какой звонкий. Цирк. Цирковой такой. Не Кирилл, цирковой в смысле. Брейк цирковой. Значит, Кирилл Васильев, барабаны. Тимур Айбетов, бас-гитара. Аккордик. Тимур, чуть-чуть. Приветствия есть. Отлично. Красиво. Есть. Главное, и по ходу сразу звук, естественно, проверяем, да? Живой же звук. Конечно, да. Значит, труба Артем Шутов. Отлично. Сергей Черепенин, тромбон. Сергей. Класс. Хорош. Ну, в общем, да. Меня зовут Антон. Я буду петь, болтать, играть на баяне. Но это не весь наш коллектив. Еще в процессе будем много про кого рассказывать, кто сегодня с нами не приехал, но в том числе является непосредственным участником нашего коллектива. Начнем с музыки. Доктор нашей встречи, он очень большой, он очень серьезный, друзья. Ансамблю исполнилось 20 лет. И праздничный по этому поводу гастрольный график очень насыщен. Мы обязательно расскажем, где в ближайшие дни можно будет насладиться творчеством Via Volga-Volga. Но сейчас попросим начать нашу музыкальную часть эфира. С удовольствием. И добрый Стёб запустить. Мы, наверное, со Стёба сразу и начнем. То есть, конечно, те, кто знает наше творчество, очень хорошо с ним знакомы. Они знают, что, в общем-то, мы поем авторские песни. И еще как-нибудь смешно переделываем разные известные песни наших любимых отечественных исполнителей. И, ну, одна из самых известных наших переделочек – это коверок на песню «Белые розы». Любимую, знаменитую, в общем, песню, которую мы все очень любим в оригинале, но в нашем исполнении, надеюсь, тоже. А многие любят именно в вашем исполнении, Антон, я хочу сказать. Отдельное спасибо ей, собственно, за это. Ну что, «Белые розы» настроение повышаем, так сказать, градус. Поехали. Поехали. Я их так хочу согреть теплом, о, «Белые розы», о, о, «Всех на глазах» я целовать и кланить готов. Поехали. Поехали. А люди украсит, ломится праздник лишь на несколько дней. Не оставляю вас убирать на «Белом» холодном окне. Играет музыка 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 площадок, вот так выразимся. Площадок потоптали много. Ну и, в общем, альбом записан тоже. Как раз у вас, кстати, по-моему, этот юбилейный тур, он посвящен тоже пластинке. Дело в том, что мы... Вообще получается так, что сейчас в январе на самом деле мы, в общем-то, тур юбилейный должны были закончить еще в декабре. Но поскольку он, в общем, у нас начался еще в начале ноября и складывался достаточно удачно, спасибо всем нашим, кстати говоря, поклонникам, по крайней мере, которые приходили на наши концерты. И получилось так, что количество городов росло, 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 росло. И, ну, в общем, нашим двум столицам все меньше оставалось места в гастрольном графике в ноябре и в декабре. И нам пришлось, в общем, гастрольный тур наш перенести на январь. На 2018 уже год. Поэтому, да, я говорю к тому, что надо кому, если интересно, узнать, что 20-летие наше случилось в 2017 году. И мы весь год, в общем, провели скажем так, в рамках празднования этого 20-летия. Мы очень много проводили разных мероприятий. То есть был весенний тур, был осенне-зимний тур, который сейчас вот зимой уже заканчивается, да. У нас случился фестиваль, мы делаем фестиваль одноименный. Расскажешь обязательно, да, об этом. У нас был тур по Волге, естественно, ну как же Волга? Волга, то есть мы на теплоходе прокатились по Волге, Есть ли у вас скидки, когда вы покупаете билеты на теплоходы? Пока нет. Волжской пароходной компании. Пока нет. И мы пообещали своим слушателям, поклонникам, пообещали, что в юбилейный год мы выпустим в свет сразу два альбома. Авторский и кавер. Один будет альбом кавер песен, и один будет авторский. Обычно мы делаем это поочередно, хотя, в общем, за всю историю авторских альбомов и, слава богу, накопилось намного больше, чем кавер альбомов. Кавер альбомов у нас, по-моему, в районе четырех, а авторских уже где-то в районе восьми. Поэтому вот, ну, как бы вот через один так вот получалось, получалось, получалось. Один к двум. Да, один к двум получилось, что вот так вот авторский немножко впереди, но что и хорошо. Вот. И, собственно, кавер альбом мы успели выпустить в свет еще в семнадцатом году. Волгонавты. Волгонавты 2.0. 2.0. Да, то есть это второе, скажем так, второе пришествие волгонавтов, потому что у нас уже был альбом, который назывался просто Волгонавты, кавер альбом. Этот альбом называется Волгонавты 2.0. И сейчас на подходе немножко мы не успели в семнадцатом году, в завершении года, выпустить еще авторский альбом, просто потому что вот как раз сложилось так, что запись альбома попал как раз на ноябрьский, декабрьский тур, потом «Елки», естественно, куда же я денусь, это же «Елки». Это же да. Вот. Но мы сейчас, в общем, вот благополучно как-то идем к тому, что еще и выпустить в свет, собственно, наш авторский альбом. Давайте пригласим сразу всех на концерты. Потом еще раз напомним непременно, предлагаю прежде всего на питерский и московский, но если вспомнишь, Антон, и другие города, тоже, пожалуйста, все перечисляйте. На самом деле не так много уже городов, скажем, осталось в нашем туре именно на январь, поэтому я скажу о том, что мы были уже в Сочи, отыграли концерт. Он прошел, кстати говоря, в рамках ежегодного крупного фестиваля КВНчиков, которые съезжаются ежегодно туда, со всей страны. Но в этом году было 460 или 470 команд. Мамыр. Это просто что-то вообще невообразимое. Значит, и, собственно, сейчас мы выходим на то, что завтра мы будем играть концерт в Воронеже. 19-го числа это будет клуб «Дружба», если кто-то воронежский нас слушает. Смотрят, конечно, да. Будут ли там крещенские купания, скажи, пожалуйста. А вот это все зависит от полноты налитого. Вы же понимаете, что... В Воронеже нас, я надеюсь, слушают. Да, вот. Ну и, собственно, да, две столицы. Значит, после Воронежа мы приедем в Питер. То есть 20 января мы играем в Питере в клубе «Монд». На канале Грибоедова есть такой клуб. Мы уже не один концерт там отыграли. И вот, в общем-то, так сложилось, что юбилейный концерт в Питере играем как раз в клубе «Мод» 20 января. Ну и 21-го, собственно, мы снова вернемся сюда, к вам, в столицу. И в клубе «16 тонн» 21 января сыграем концерт уже, собственно, здесь. Где к нам, кстати говоря, еще и присоединятся наши друзья. То есть будет еще ярославская группа «Мамульки Бенд», это наши такие старые приятели. И будет команда «Квен Союз», в общем, который тоже... Прекрасные гости. Да, то есть, ну, это будет, в общем, такое, что и в Воронеже, и в Питере, и в Москве. Это будут такие дружественные, я бы сказал, посиделки. Расколбас такой. Ну, да, да. То есть мы не будем нагонять пафоса. То есть мы, в общем, сделаем эти концерты такими, какие мы вот есть сами. Так что, друзья, праздники продолжаются, хочется сказать. И в нашей студии в том числе. Следующий музыкальный номер программы. Друзья, ну, поскольку мы простояли практически весь свой саундчек в замечательных московских пробках, в нами горячо любимых, правда, потому что мы их очень любим, да, вот. И, в общем, с Москвой мы, по большому счету, все эти 20 лет знакомимся именно... Из окна автомобиля, которые в пробках. Из окна автомобиля, которые стоят в пробках, да. Вот. И мы не успели написать трек-лист, ну, то есть плейлист свой, да, и будем сейчас вот сходу решать. Это прекрасно, у нас живой прямой эфир. Ну, я предлагаю сейчас и ребятам в том числе, это будет сейчас небольшой сюрприз, но не такой уж прям страшный. Да, то есть предлагаю сыграть песню из нашего вот как раз нового авторского альбома, авторского альбома. Песня называется «Ой люли». О, спасибо. Вот. Я, ну, думаю, что, в общем, достаточно позитивненькая такая песня. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Значит, господа, премьера? Да. Баянчик пока в сторону. Будем ее петь без баяна. Пока. Пока. Мне приснилась голая тишина, не подкована кобыла да жена. Где-то на большой дороге чудеса, около колесица полчаса. Мне приснилась полная ерунда. Ангелы-хранители, два мента. Ангелы-хранители, вы меня простите ли? Мало ли кого еще мы до слез обидели? Ой, люли-люли-люли, такие вот пилюли. Кого-то там раздели, кого-то тут обули. Ой, люли-люли-люли, такие пироги. Кого-то обломали, он стал листой ноги. Мне приснилась девушка, как в кино. Как всегда я облажался, наступил. А что такое, не везет, как с этим управиться. Извините, но сегодня запах не понравится. Мне приснился свадебный генерал. Жадно кушал мухоморы, да орал. Ты полегче выражайся, да в диете строже. Можно ненароком глопотать по роже. Ой, люли-люли-люли, такие вот пилюли. Кого-то там раздели, кого-то тут обули. Ой, люли-люли-люли, такие пироги. Кого-то обломали, он стал листой ноги. Чео! Ой, люли-люли-люли, такие вот пилюли Кого-то там разделили, кого-то тут обнули Ой, люли-люли-люли, такие пироги Кого-то обломали, но он стал низкой ноги Бе-болга-болга! Казацкая инструментальница Вот такая вот песня Ну что ж, новиночка прекрасная Спасибо На самом деле такая уж не совсем новиночка, просто эта песня как-то, я бы сказал, даже так, незаконно была нами забыта, потому что было много песен за 20 лет И вот эти все альбомы, они, конечно, составлялись из каких-то песен, которые на какой-то период нам казалось, что вот они вот правильные, они должны быть в альбоме А некоторые песни почему-то как-то уходили в сторону По поводу песен, которые уходят, с тобой не ушла ли? Нет, с тобой не Вот, молодцы, за это вам отдельное спасибо Я же поклонник этой песни Это моя любимая песня Друзья, я предлагаю прям совсем коротенчика, если у нас получится, конечно, пробежаться по истории ансамбля Волга-Волга Вдруг кто-то может быть всего уважительных на то причин, как-то остался в стороне и не знает Все началось, значит, в далеких 90-х, в Казани, на президентской елке Ну, в общем, да С песней «Увезу тебя я в тунду» Ну, в общем, да Эту песню знают все История такая, что, на самом деле, все началось в коморке, что за актовым залом, все традиционно В той самой коморке, как у многих групп, это все и начиналось В общем, да, была коморка в школе, в актовом зале, где где-то примерно в 91-м, 92-м году мной был создан коллектив Это в Чистополе еще? Или уже в Казани? Я просто сам Чистопольский родом из Чистополя, но это уже было в Казани То есть в школе я уже учился в Казани, в казанской школе номер 89 Мы, в общем, с ребятами, с одноклассниками собрали ансамбль, назвали его «НЗ» Вот, со временем этот ансамбль, ближе к середине 90-х, начал называться просто Вернее, он назывался сначала «Нейтральная зона», потом ближе к 90-х Не все могли быговаривать эти сложные слова Мы назвались просто «НЗ», вот, и где-то на рубеже 2000-х, 2000-х какой-то там с копеечками год Мы, в общем, переименовались уже в название «Волга-Волга» Но музыку-то такую же играли, вот скажи, до «Волги-Волги», вот что со стилем было? На самом деле там все наши трансформации с нами, они происходили уже с названием «НЗ», еще когда мы назывались «НЗ» Вот как менялось название «Нейтральной зоны» к «НЗ», так, собственно, начинали мы как-то все в таком рок-н-ролльном ключе То есть это больше были рок-н-роллы, это больше был такой бит Дальше это все стало... Когда я вспомнил, что я в музыкальной школе 80-х учился на баяне И вспомнил, что он стоит у меня в шафанере и пылится, мне почему-то вдруг захотелось попробовать его использовать в коллективе И вот с этого момента мы начали экспериментировать и все больше и больше приглашать музыкантов Уже с нестандартным количеством три гитары и барабана, да, известный битловский состав такой классический А начали добавлять, там уже начались и скрипки, баян, труба, тромбон, саксофон И когда вот это все пошло, мы уже... Почему собственные названия в итоге мы поменяли? Потому что уже оставаясь с названием НЗ, мы вдруг стали понимать, что наша стилистическая история стала совсем другой Но в афишах-то писали, экс-НЗ Ну, в общем, первое время, да Ну какое-то время, конечно, это необходимо, да Потому что мы на тот момент, на самом деле, в Казани, в Татарстане, в Поволжье, в общем, уже... Ну, не то, чтобы прям популярно, да, но уже, в общем, нас знали, на нас приходили на концерты И хотелось, конечно, до наших уже тогдашних поклонников донести, что вот мы, в общем, поменяли свое название Ну и зато название Волга Волга подарила-то уже гастроли и поездки во все города нашей страны Ну, в общем, надо сказать, что да, все-таки вот эта вот тема, как ты яхту назовешь, так она и поплывет Вот она, в общем, работает в какой-то степени Мало того, что как только мы взяли вот такой кинематографический вариант названия, да То есть у нас сразу появилось несколько предложений участия в саундтреках То есть мы поучаствовали на тот момент в фильме Алексея Балабанова «Война» Вот, и целую серию, порядка семи-восьми песен, вошло в «Дальнобойщики-2» сериал Серия, помню, «Туман», мы даже сами в ней снимались, то есть мы у музыкантов там играли непосредственно в этой серии Вот, вот такие вот истории, связанные были с тем, что мы поменяли название А «Лютого» вы еще, «Лютого» вы поете песню? «Лютая», ну, собственно, получилось как-то так, что концертного, такого концертного продолжения жизни вот она не получила То есть мы, в общем, ее знаем, помним, но как-то вот есть песни, которые остаются в концертах надолго, а есть песни, которые вот как-то остаются только на записи «Лютая», к сожалению, вот получилось так, что она вот такая вот у нас альбомная песня Ну, это пока, может быть, к 30-летию вполне возможно песню выплывет на дно Может быть, к 50-летию еще что-нибудь вспомним Ребят, следующий номер программы нашей, что это будет за произведение? Ну, опять же, да, вот сходу выстраивая плейлист, ребят, предлагаю исполнить песню нашей землячки Нашей, в общем-то, известной ныне московской звездочки Вот, мы ее, в общем, знаем больше как Марина Вот, в народе ее знают как Максим Марина Максимова, сейчас возьму Баянчик Что, кстати, Марина Максимова говорит или, может быть, с вами тоже? Говорит по поводу исполнения этой песни Да, 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 да Вы знаете, когда мы с Мариной общались на предмет того, чтобы позвать ее в Казани на юбилейный концерт Конечно Там вообще изначально просто получилось так, что у нее гастрольный график уже на тот день был выстроен Вот, она не смогла приехать, но даже, говорит, если бы я была свободна Вот как вы себе представляете, я такая вся вот пушистая, нежная, классная, воздушная такая вот девушка То есть ее, понятно, поклонники знают именно такой, да Вот, и вот с вами, с такими там брутальными мужиками, бородатыми, с дудками, с баянами выхожу на сцену Ну, то есть мы просто посмеялись, встречались с Казани, она тогда приезжала на концерт Вот, ну, к сожалению, не получилось Ей привет большой Ей огромный привет, да, Марин, привет тебе, собственно, и этой песне А сейчас будет музыкальный привет еще В том числе и передаем, да Ну, готовы? Поехали, я думаю Я так привык Пошусь одним тобой, одним тобой Иди домой Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной Мне с тобой Мне стало так легко дышать В открытое окно И повторять Едешь одно Раз, два, три, четыре Знаешь ли ты Вдоль ночных дорог Шла бы секун Не жалей о том Сердце его теперь В твоих руках Не потеряй его И не сломай, что близки Вдоль ночных дорог Пепел любви в руках Писнув ноги в рот Пусть его теперь В твоих глазах Не потеряй его И в январе Внется серый дождь Ему в окно Пусть обнимает меня Но помнит все равно И пусть случайно Свой имя слух произнесет Спасибо И пусть молчит Но он все же помнит А за окном Кидает фонари Проклятый дом Мой нежный мальчик Просми меня За эту дрожь И пусть сквозь слезы Прошептала тихое Прощай Не забывай Не забывай Пусть мой Пусть Свой 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 Вдоль ночных дорог Шла бы секунд И не жалей Оно Семь И вот Теперь В твоих руках Не потеряй Его И не сломай Что близки Вдоль ночных дорог Пепел любви В руках Пис Ноги в рот Пусть И вот Теперь В твоих Глазах Не потеряй Его Пусть Знаешь ли ты Вдоль ночных дорог Шла бы секунд Не жалея Но к сердцу И вот Теперь В твоих Руках Не потеряй Его И не сломай Даем возможность Кому-то пойти На концерт Бесплатно Московский концерт 21-го Или питерский Я думаю Что мы можем Разыграть Сейчас Билеты Это шикарно И на питерский И на московский Питер Москва И близлежащие города Конечно У нас и Москва И Питер И не только Отлично Отлично Сейчас только надо придумать Как бы нагрузить людей Каким-нибудь вопросом Да И желательно Не сразу Простым Вопрос Давайте по песне Давайте по песне Значит Есть друзья У коллектива Волга-Волга Замечательная хитовая песня Вот как она называется Три варианта ответа Слушайте Так их много А Да Я даю три варианта ответа Песня Ольга Песня Натали Или песня Ира Присылайте 8909-928-189-9 СМС Ватсап Вайбер Присылайте Ну если хотите На концерт В Питер Подпишите Указывайте что вы Санкт-Петербург Санкт-Петербург Если в Москву То тогда соответственно Москва 20 января Ромочка извини Добавлю Концерт в Санкт-Петербурге 21 в Москве Два первых сообщения Ну из Москвы Из Питера Соответственно получают По два билета Правильно? Все Конечно по два По два билета Я вообще всегда не понимаю Когда разыграют один Ну как-то странно Может пригласитель на два лица Всегда конечно Пригласитель должен быть на два лица Все удачи Я хочу попросить Антона Тебя рассказать О твоей особенной О вашей особенной дружбе С КВНщиками Когда это все началось И с чего? И с чего? Вообще С КВНщиками В принципе Может быть не с КВНщиками Всей страны А с КВНщиками Татарстана Мы дружим уже все Все свои вот 20 лет И даже больше Тем более что 20 лет-то мы Кстати говоря Отсчитываем с 97-го года Это просто тот год Когда вышел в свет Наш первый альбом Оркестр колес Который вот мы Могли держать в руках Тогда это были еще кассеты Даже дисков А так-то у вас 25 И больше А так-то получается Там не знаю Даже уже надо считать Получается Ну да Где-то в районе 90-го Тире 92-го года Я вот Это если Если считать со школы То лучше и не считать Вообще Вот Поэтому С КВНщиками мы дружим Вот как раз Где-то середина 90-х Вот И очень плотно И совместные концерты Совместные какие-то туры Но все это происходило В основном С командой КВН Четыре татарина Первого состава Да Вот И потом конечно И второго состава Еще и третьего состава Но Случилось так Что Шесть лет назад Вдруг Нас пригласили На непосредственно Вот на Фестиваль Международный фестиваль КВН В Сочи Который проходит ежегодно Пригласили Видимо Почему Во-первых Потому что Нас пригласили Выступить в день Когда отмечает свой день Лига по Волжье А она базировалась Как ее придумали В свое время Наши казанские друзья Вот И В том числе Потому что К тому моменту Почему-то КВНщики Начали все чаще И больше Использовать наши Треки Как отбивки Своих вот Выступлений А что Треки использовать Если можно позвать Живой коллектив Нам это очень Конечно льстило Но вы не понимали Почему именно Такой вот прям выбор Вот именно вот Мы в общем коллектив Которого Не так много В телевизоре На радио Поэтому за это Вам сегодня Отдельный респект То что вы нас пригласили И мы сразу И в телевизоре Оказались И на радио И в интернете Одним как говорится Выстрелом Да Вот Ну и собственно Получилось так Что Мы приехали на этот фестиваль Шесть лет назад Первый раз И Был эффект Разорвавшейся бомбы То есть Мы не ожидали даже Что нам Все забыли Зачем собрались Нам в принципе Двухчасовой концерт Не дали практически Исполнить даже Потому что все песни И Кавера И в том числе Авторские песни Что особенно Было приятно КВНщики Пели просто хором Это было Очень удивительно Это было Очень неожиданно И вот с того момента Если это можно так сказать Мы прописались На этом фестивале То есть мы ежегодно По приглашению Уже То есть в первый год Мы поехали По приглашению Непосредственно Татарстанских наших друзей Показали себя там И непосредственно Руководство АМИГ То есть каждый год Теперь нас приглашают Им огромное спасибо И приглашение Причем происходит Там не Там не за месяц Там за полтора До фестиваля А каждый раз Когда мы только Отыграем концерт Выходит Официальное лицо И говорит Ребята Пользуясь случаем Вот стоит Здесь Две тысячи КВНщиков Со всей страны Самые Движковые ребята И Пользуясь случаем Мы хотим Застолбить Как это говорится Даты В январе На следующий год Вот мы уже думали Что сколько уже можно Казалось бы И в этом году Нас опять сказали На следующий год Мы вас ждем Но раз уж мы поедем Седьмой раз Я думаю Что надо дотянуть До юбилея До 10-летнего приезда Обязательно А я думаю Что нам нужно будет Застолбить Сразу следующий Эфир Получается Саша Что это самая веселая И находчивая группа страны С этим поздравляем Что мы сейчас будем петь Нас кстати уже Как-то кто-то Где-то коломборил В этом смысле Ну а вы послушайте По другому Что мы поем сейчас Следующий номер Ну что же Опять Видимо сходу А может быть Чтобы нам Вот к завершению Программы Не оставлять Какие-то Ну не грустные Такие лирически Медленные песни Может быть мы сейчас Вот медлячок как раз Исполним Давайте конечно Ну как раз Моя любимая Это наверное Будет песня с тобой Я думаю Отлично Никто не будет против Песня Дорогие друзья Прекрасная Рекомендую тем Кто ее еще не знает Сколько лет Ты уже ее любишь Ну я не считаю Сколько Но песня прекрасная И за столом Ты на ней вырос Слушать Да Я на ней вырос Духовно и морально Ну что песня Называется с тобой Песню кстати написал Наш гитарист Эдуард Фузульянов К сожалению он уже Порядка шести лет Не гастролирует с нами Принял решение Что вот он хочет Быть с семьей Дома В общем Но песня шикарная Спасибо ему Спасибо Песня классная Песня Все что мы Чем было пропито Столько слез И было пролито Столько слов Красивых Сказано Про любовь Давным-давно Но цветут Цветочки Алые И поют Печушки Малые Про мгновенье А про сомненье Про твое прикосновенье С тобою Сердце бьется С тобой луна смеется С тобой восходит солнце Но только лишь с тобой Сердце бьется С тобой луна смеется С тобой восходит солнце Но только лишь с тобой С тобой луна смеется 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 Друзья, это вам не без тебя Без тебя Это с тобой И только с тобой Виа Волга Волга Программа Концертный зал Телерадиоканал Страна ФМ Это настоящий Музыкальный подарок Друзья, если вы не знали Эту песню по какой-то Уважительной причине Берите на вооружение Значит, у нас есть уже Я знаю кто Пойдет на ваш концерт В Москве Это Николай 4127 Заканчивается Его мобильный номер Он правильно ответил Николай, счастливчик А вот Санкт-Петербург Пока врет Пока неправильно пишет Значит Напомнить вопрос надо, Роман Я думаю, если не сложно Если вспомнишь Натали, Ольга или Ирина Так называется Одна из самых Хитовых песен Сейчас подстегнем Команды Волга-Волга Давайте подстегнем Споем эту песню Правильный ответ Нет, 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 не в этом Не так На самом деле еще Я хотел бы сказать Что в нагрузку к билетам Ребята получат еще диски И футболки Вот это, друзья Скорее Скорее искать правильный ответ в интернете Слушайте, здорово 8909 928 1 89 и 9 Два билета На концерт в Санкт-Петербург И не только билеты, друзья Пишите Концерт в Питере 20 января Клуб МОТ Канал Грибоедова Да, 21 в Москве, друзья Так что собирайте Время еще чуть-чуть есть Да, для того, чтобы Обеспечить себе местечки Антон, расскажи, пожалуйста Про ваши потрясающие Концертные костюмы Очень яркие Тюстрые Сегодня мы как раз Не в тех самых потрясающих Концертных костюмах То есть Лайтовый вариантик Да, мы То есть 20 и 21 января Вас увидят в другом В другом Без другого Ну, конечно, да Нас увидят, естественно В других костюмах Есть традиция Мы уже много лет Выступаем В таких Ну, не знаю, как сказать Юбко-шароварах Очень таких Пестрах Цветастых И традиция, кстати Выступать в таких Костюмах Началась не просто с момента Что мы как-то Слишком потели на сцене Решили вот такие Легкие штаны себе Широкие найти Вы йогой занимались совместно Ну, в общем, да В общем, так оно и есть Дело в том, что Шесть лет назад Когда, вот, кстати Эдуард Фузыльянов Автор песни с тобой Как гитарист Покинул наш коллектив К нам присоединился Сергей Татарский Сегодня бы хотелось Отдельно Сергею Передать привет Я, к сожалению Не знаю точно Смотрит ли он Или слушает сегодня Этот эфир Он сейчас, кстати Находится в Москве Просто Дело в том, что Сергей немножко приболел И последнее время Он здесь в Москве Проходит лечение Здоровья ему пожелаем Крепчайшего Сергей, крепкого здоровья Желаем крепчайшего здоровья Что все было хорошо Так вот, как раз эту фишку Выступать вот В этих шароварах Принес как раз Сергей Потому что, когда он пришел В коллектив Мы с ним общались Он говорит Антон, что мне одевать? Как одеваться? Я говорю, ну, вообще мы как бы Стараемся одеваться Разнообразно и ярко То есть, нет какого-то точно Вот, костюмированного Стиля Какого-то образа Костюмированной истории Да, образа, но, в принципе, ярко Он говорит Хорошо, я подумаю И на первый же там Или на второй концерт Он пришел Вот в этих шароварах И всех сделал И в халате В таком ярчайшем Таком Какой-то Индуистское, я не знаю Восточное Какой-то такой был Прикид у него И нам настолько это понравилось Что вот уже Последние в общем Шесть лет Мы выступаем Только в таких костюмах До вас только Вадим Казаченко слушает Да, 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 да Но у него такие были Уж совсем казацкие шаровары Да, да А в общем сегодня Мы вот решили как-то Немножко чуть более поскровней То есть во-первых Мы в футболках На которых написано Нам 20 лет Мне вот правда не досталось У меня с баянчиком У тебя просто У тебя на все времена футболка Да, да, да Вот Ну и поскольку мы в общем Привыкли быть все-таки Не только в творчестве Но и в песнях Но и как бы в одежде В костюмах тоже яркими Решили в общем Не просто там в джинсах А в джинсах разноцветных А именно такие футболки Тоже получат наш победитель Да, сегодняшние Да, именно такие И я где-то читала в интервью А ты как раз, Антон, говоришь о том Что вы принципиально решили для себя Что вы не будете продавать футболки Да, или что-то еще Если решите такую поддержку У нас Или уже изменились ваши взгляды Нет, нет, нет На самом деле Совершенно было точно подмечено У нас как-то вот повелось так Что мы Вот так называемый музыкант Так называемый мерч Да, который обычно продают Во время концертов Где-то, да Товары, которые рекламируют коллектив Да, просто может не все знают это слово Сказали, что если мы что-то и будем продавать Вот из так называемого мерча То возможно это будет Какие-то интернет продажи Потому что в интернете На самом деле очень много людей Просят вот именно футболки Просят какие-то, может быть, диски эксклюзивные Просят там кружки Там с логотипами и так далее В интернете Скоро это все появится То есть в наших группах Ну вот отличное Для поклонников А что касается концертов И особенно дисков на этих концертах Мы как-то всегда просто перед отправлением Отпечатываем огромное количество Сколько можем с собой взять Душевных Мы называем это не мерч Мы называем это душевным материалом Так называемый То есть и понятно, что Сколько есть возможности сделать футболок Каких-то кружек Мы привозим с собой И людям просто на концертах дарим У нас, ребят, сообщение приходит Я прошу Санкт-Петербург подписываться Если Питер Иначе мы в Москву отдадим 4 билета Просто я могу не заметить Пишите правильный ответ И город Санкт-Петербург Если вы пойдете на концерт Волги Чтобы было понятно Да, в Санкт-Петербург 20 января Давайте сейчас споем что-нибудь Давайте споем В общем Возможно Я думаю Можно исполнить еще один коверок После У нас ведь время есть Самую главную эту песню Мы еще успеем исполнить Да Время есть Не очень контролирую процесс времени Тогда Друзья, сейчас еще одна песня Нам говорят Что мы еще в лучшем случае Три успеваем Отлично Тогда просто прям Замечательно Тогда сейчас самое время Возможно исполнить Эту песню Это кавер Очередной Да Благополучно Нами сделаем Так сказать Песня Великого Не поверясь этого слова Такого я бы сказал Настоящего Профессионала Постебаться В нашей отечественной попсе Это Стас Костюшкин Вот То есть одну из его песен Мы тоже Скажем так Переработали И более того Стас Слышал эту версию И выкладывал даже Эту версию Себя в инстаграм То есть Он Очень порадовался тому Как мы это сделали Вот Ну для нас это было Неким таким знаком Что Ребята Ну иногда Без проблем Можете исполнять Тем более что мы Объективно говоря Делали это с любовью Вот Проигрыш Из Нирваны Все остальное Все остальное Да Стас Костюшкин Поехали Женщина я не танцую Да Я Поехали Путевку дали В чужие дали В самолете не поспали А теперь песок сандали Мне не до смеха Куда приехал Отель багаж очки Аптека вечером Песок тека Женщина не танцую Женщина Я не танцую Хватит улыбаться Нормально с ориентацией Женщина не танцую Женщина я не танцую Никого я не рисую Не умею не танцую Оп Проснулся завтра Проспал завтрак Ну здравствуй детка Рядом жгучая брюнетка Не надо сдачи А че я мачо Здесь все для человека Вечером дискотека Женщина не танцую Женщина я не танцую Хватит улыбаться Нормально с ориентацией Женщина не танцую Женщина я не танцую Никого я не рисую Не умею не танцую Танцуй пока молодой Мальчик Танцуй пока молодой Танцуй пока молодой Мальчик Танцуй пока Заколдавала Закружила Меня с рассветом Подружила А я был стойкий У парты стойки И как приду повторял эти строки Женщина не танцую Женщина я не танцую Хватит улыбаться Нормально с ориентацией Женщина не танцую Женщина я не танцую Никого я не рисую Не умею не танцую Женщина, я танцую, женщина, а я танцую Хватит улыбаться, нормально с ориентацией Женщина, я танцую, женщина, а я танцую Никого я не рисую, как умею, так танцую Спасибо! Браво! Кстати говоря, к Стасу Костюшкину огромный привет За его, в общем, такой позитивный настрой в творчестве Понятно, что мы вспомнили, что проигрыш Нирваны Мы не вспомнили великого Олега Газманова Который написал песню для Родиона С Олегом Газмановым мы буквально недавно виделись в Сочи Поэтому огромный привет ему Антон, я вот смотрю на вашего ударника Кирилла И все стесняюсь спросить, что вас связывает Что точнее, может быть, Кирилла, не обязательно Виа Волга Волга Может быть, только Кирилла связывает с сотрудниками ДПС Это особые секреты Мы не узнаем ответы на эти секреты Ты скажи, как называются эти палочки Я люблю органы Это лапша Эти палочки называются лапша Это нажезл? Нет, я никого не собираюсь тормозить Я просто хочу, чтобы мы звучали чуть-чуть потише На самом деле, это палка, если сблизи ее смотреть, это лапша А, вот почему лапша, все ясно А издалека, знаете, чистой В дебре вот этой теории, да То есть палка стучит намного громче, чем лапша Она более мягкий звук выдает Ну вот просветили, кое-что рассказали полезного В студии пополезнее и поинтереснее играть вот таким палочком Нет, ну вообще есть, конечно, связь общая И сотрудники ДПС, и Кирилл зарабатывают этими предметами деньги Правильно? Ну, в общем, тоже правильно Значит, чем зарабатываем мы? Ну, гаджетами, не только разговорами 1313 Так заканчивается мобильный телефон Что же отличный мобильный телефон? Неужели этот геяльный человек? Нет, мы из Москвы не даем А даем мы следующему человеку, который живет в Санкт-Петербурге Зовут его Никита Засчитаем Он написал Ирина Ну, чуть-чуть, чуть-чуть ошибся Ира, правильный ответ 6739 Дорогой Никита из СПБ Мы вас поздравляем Вы получаете два билета на концерт команды «Волга-Волга» Ура! Кстати говоря, друзья Вот когда мы объявляли Вот в вопросе крылась маленькая такая заноска Потому что мы У нас там, значит, была Натали Ольга И Ира Правильно? То есть Дело в том, что у нас есть песня, которая называется «Оля» Ну, Ольги нет Да, Ольги нет Ольга у Гарика Сукачева, а Наталья у Лепса Да, да, да Все правильно Вот Ну, а здесь, конечно, мы послабление, естественно, даем Ну, для Питера уж, конечно Хорошо Так, друзья, все запутали Там же первый Обязательно, ребята, главное, все, кто выиграл билеты Приходите на концерт Мы вас будем обязательно ждать А все подробности чуть позже мы еще раз повторим Пока прервемся ненадолго Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Ну что, друзья, мы вернулись Мы вернулись, да Программа концертный зал, телерадиоканал «Страна.ФМ» Вот чем хорош живой эфир Да, здесь там бывают такие моменты, я тебе скажу, Антон В этом жизнь Виа, Волга, Волга И мы очень хотим, конечно, успеть, чтобы две композиции обязательно прозвучали у нас Поэтому сейчас одну сыграем, потом чуть-чуть поговорим и еще одну под финал Хорошо, тогда быстренько сейчас ломаем мозг и придумываем, какую же песню мы сейчас исполним Думаю, что что-нибудь авторское лучше, наверное Да, да, да Итак Так неожиданно, я думал сейчас отвечать А, кстати, да, классная песня Тем более с таким названием С настоящим названием «Черный ворон» С участием баяна, дорогие друзья «Пламенный баян» Пламенный баян, да Эта песня, конечно же, не тот «Черный ворон» Песня, вот если мы сегодня пели одну из авторских песен в Люли Это с нового альбома авторского То это песня с очень-очень древнего нашего альбома Но как раз в контексте 20-летия Очень здорово вспоминать какие-нибудь старые песни «Черный ворон» Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Электричка на восток Белым солнцем потолок Ночь в погоне за войной А ты в ответе, паномной Что за жизнь сплошной, отстой? Слышишь, доктор, я не твой Что за жизнь сплошной, злой? Эх, черный ворон, я не твой На колесах пыль дорог Чей-то след на рукаве Ночь в погоне за иглой А ты в ответе, паномной Что за жизнь сплошной, отстой? Слышишь, доктор, я не твой Что за жизнь сплошной, злой? Эх, черный ворон, я не твой Что за жизнь сплошной, отстой? Слышишь, доктор, я не твой Что за жизнь сплошной, злой? Эх, черный ворон, я не твой Это позитивный, черный ворон, друзья На самом деле, не зря я сказал, что песни достаточно древние В том плане, что, ну, видимо, были такие времена Когда нам прогрессивным рокером казанским хотелось писать о том, что жизнь отстой И там, и все такое Сейчас уже, когда исполняем эту песню, говорим Ребята, ну как живется вам в вашем городе? И все говорят Отстой, клево, конечно Во многом, благодаря вам, конечно, коллективу Виа Волга-Волга Я хочу попросить тебя рассказать немножко о вашем фестивале Волга-Волга Звучит очень громко, пафосно, достойно Это, на самом деле, очень приятно, что эту тему мы тоже сегодня коснулись Потому что я, в общем, даже пользуюсь случаем Если нас сегодня не просто простые слушатели и зрители смотрят и слушают А, в общем, еще и музыканты Кто играет в каких-то группах и так далее Я с удовольствием хочу пригласить всех-всех-всех на наш фестиваль ежегодный Он молодой очень фестиваль Он проходил всего два года пока Проходит он в Казани в июне Это некий фестивальный старт лета То есть мы знаем, что каждое лето у нас в стране проходит огромное количество фестивалей Ну, может быть, не огромные, но там десяток таких мощных, хороших набирается И, в общем, получается так, что по расписанию мы Первые Самые первые, да Потому что потом начинается уже дальше-дальше Июль и август, и пошло-поехало Мы в июне проводим свой фестиваль Называется он скромно Называется он «Волга-Волга» Какие критерии отбора? Что нужно уметь делать? Друзья, самое главное, что никаких критериев по большому счету нет Потому что это просто фестиваль живой музыки То есть он у нас так и называется Музыкальный фестиваль живой музыки То есть участвовать могут группы-исполнители любых стилей и направлений Своих песен или неважно? Вот есть один только момент, единственный, один главный момент Участие в фестивале чисто кавер-группы не предусмотрено То есть группа может иметь в программе какие-то кавер-вещи, да? Но должен был авторский материал То есть здесь мы, в общем, стараемся двигать две свои главные истории, которые есть у нас То есть, во-первых, наличие авторского материала для музыканта всегда очень главное Главенствующая такая штука И я вообще считаю, что на самом деле практика показывает Что если коллектив делает авторские песни, пишет авторские альбомы То, как правило, делать каверовые вещи получается интереснее и прикольнее у них обычно Потому что те группы, которые занимаются только каверами Они, как правило, это делают достаточно сухо Но я, конечно, не могу говорить за всех и про всех Но копируют в основном На что я, с кем я сталкивался, как правило, это просто под копирку сделаны песни А когда ты знаешь, что такое творчество, ты, в общем, вот Своё видение Куда писать? Куда писать? Самое главное, где искать информацию? Главная группа ВКонтакте, группа Волга-Волга Есть ещё на Фейсбуке адресок, есть Инстаграм Ну, как бы, основная история у нас происходит пока ВКонтакте Все ВКонтакте Друзья, в общем, следите, участвуйте, в том числе и в конкурсах от ВИА Волга-Волга Ждём всех и музыкантов, и просто слушателей на фестивале Волга-Волга И на концерты, друзья 19 января Воронеж, 20 Санкт-Петербург, клуб МОД 21 Москва, клуб 16 тонн Значит, 8 февраля, между прочим, Самара, я вам сообщаю 9 февраля Уфа Если вдруг вы, друзья, участники ансамбля не в курсе Кстати говоря, ещё 27 января мы будем выступать открытым концертом на горнолыжном курорте Ширигеш Это в Новокузнецке Вот так-то То есть там тоже такой открытый концерт, но такой зимний Мы вас искренне благодарим У нас, вот видите, ровно 2 минуты Я не знаю, что-то сможем наиграть Ну, конечно, я думаю, мы начнём играть песню Ира Ну, давайте, да Мы вас искренне благодарим, друзья С юбилеем, с праздником, много лета, успехов Всегда рады вам Виа Волга Волга Спасибо, друзья, спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok На поворотах злой судьбы Я скрипнув тормозной колодкой Ты обливала меня водкой Когда вспыхался я с тоски С тоски рисуя крензеля На пифагоровой страничке Качу варёные яички На день рождения для тебя Дед, таскани растут цветы А воругвай, помидоры Завяли кактусы в саду Уходят в море пароходы Прошу прости, не забывай Я улетаю на минводы Увижу прелести природы Пока! Привет! Пиши губай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok